Стихийный рынок ЖАИК знает каждый. Ежедневно здесь продавцы-перекупщики реализуют одежду, фрукты, овощи, мясо, рыбу и другие товары. Есть, конечно, и те, кто продает продукцию из собственного сада и огорода. Практически у каждого продавца на этом стихийном рынке есть предупреждения от правоохранительных органов и даже штрафы. Но никого это не останавливает. Таких мест у нас примерно 5-6. Основной такой это районный рынок ЖАИК и районный рынок Мерлан. В частности, отдельные предприниматели с специалистами в прошлом году только были разданы более тысячи памяток о том, что торговля на улице запрещена, где указана информация о наличии свободных мест на территории рынков наших, которые расположены в продовольствиях рынка. Все продавцы как один твердят, что торгуют на улице не от хорошей жизни. Аренда в крытых рынках, а уж тем более в помещениях, для них велика. Да и проходимости там нет. Ничего стоять на уляме, если люди туда вообще не заходят. Понимаете, не заходят. Вот у меня муж стоит, у него тоже есть ТП. То есть торговли взбиваются? Торговли вообще нет. Люди, которые на улице стоят, правильно? Нет. Зачем? Я не знаю про людей, я говорю про себя. Ну здесь, если никого не будет, люди будут заходить? Даже когда здесь гоняли, люди все равно туда не заходят. Не знаю, почему вот туда. Пройдите, посмотрите. Там ни одного человека нет. Такие рейды инспекторы проводят практически каждый день. Им удается разогнать продавцов, но ненадолго. Как только правоохранительные органы уходят, незаконные коммерсанты снова распаковывают свой товар. Кстати, работать приходится и сотрудникам ДЭП. Все, что не успевают спрятать продавцы, забирают именно они. За прошедший год, за 2017 год, у нас было привлечено около 2000 правонарушителей административной ответственности по данной статье. И наложено свыше 3 миллионов штрафов. В действительности рейды проводятся, люди привлекаются к административной ответственности. Есть, конечно, те люди добросовестные, которые также оплачивают данный штраф. Есть лица, которые на сегодняшний день еще не погасили данные задолженности. Но вместе с тем, конечно, с судебными исполнителями, работа проводится и подысканет именно тех наложных штрафов на именно торговцев. Никакие просьбы и уговоры на полицейских не действуют. Правила для всех одинаковые. Реализовывать продукцию можно в специально отведенных для этого местах. Их в городе около ста. А вот организовывать стихийные рынки закон запрещает. Но в том, что они имеются, есть и вина самих потребителей. Ведь спрос всегда рождает предложение. Олег Великий, Айбала Джигапа, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.